Аркам ТВ представляет Рух, душа, обладает своим собственным разумом. Наш мозг имеет свой привычный нам разум. Мы хорошо это знаем, поскольку еще со школы от нас требуют использовать его. Мы постоянно его используем. Его используют бизнесмены, доктора, юристы и так далее. Все люди постоянно используют свой разум, чтобы совершать ту или иную деятельность. Они видят проблему, анализируют ее и затем находят решение. Но и у души, что внутри нас, свой собственный разум. Мы назовем его духовным разумом. В Коране он называется сердцем. Духовный разум в Коране именуется сердцем. Вот что говорит Всевышний Аллах о людях, когда они заглушают свой духовный разум. У них есть сердца, которые не разумеют. Еще раз внимательно. У них есть сердца, которые не разумеют. Какой-нибудь умник, считающий себя особо одаренным, может спросить. Устаз, а как сердце может размышлять? Сердце не может размышлять. Это функция мозга. Данное кораническое выражение неправильно с биологической точки зрения. Да, человек с голосом мультяшного героя. С одной стороны, ты прав. Но дело в том, что в Коране не говорится о физическом или биологическом сердце. Речь идет о духовном разуме. Именно его Всевышний Аллах называл сердцем. Так вот, когда люди не включают свой духовный разум, Аллах говорит, что их сердца становятся черствыми. Или же Он говорит, что они покрыты пеленой, поскольку они не используют их. Более того, их сердца могут быть мертвыми. В другом аяте Всевышний Аллах даже говорит. Воистину, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце. В этом Коране есть напоминание для тех, кто действительно обладает сердцем. Кто-то скажет, ну, Стас, у всех же есть сердца. Да, однако некоторые люди забросили, потушили свой духовный разум. Они потушили свое духовное сердце. Они используют только этот разум, что у них в мозгу, но не этот. Понятно? Хорошо, идем дальше. Духовный разум тоже способен анализировать ситуацию, так же, как и обычный разум. Однако духовный разум не анализирует, где можно найти еду или одежду, где взять деньги или найти приют. Он стремится заполнить пустоту и удовлетворить голод совершенно другого типа. Физическое тело становится голодным, оно испытывает жажду, у физического тела есть половые влечения. Оно стремится защитить себя, найти безопасное место. Все это потребности физического тела, диктуемые традиционным, знакомым нам разумом. Однако духовный разум или духовное сердце ищет духовную пищу. Вы можете есть самую вкусную и дорогую пищу, прекрасно проводить время с друзьями, но при этом чувствовать пустоту и голод в душе. Это потому, что ваш духовный разум анализирует ваше состояние и как бы говорит вам. Я пока не нашел то, что искал. Давай отправимся в другое место и там поищем. Может, там я найду это? Вы должны узнать про Абдуллаха Роффмана, если вы еще не знаете, кто это. Это один из самых удивительных и потрясающих людей в мире. Я очень кратко расскажу вам его историю. Он родился в семье выдающихся психологов. И со временем он стал интересоваться душой. Ему очень захотелось узнать, что же такое душа. При этом он был простым, интеллигентным парнем из совсем не религиозной семьи. Но ему захотелось понять, что же такое душа. И тогда Абдуллах сказал себе, Психологию я оставлю на самый конец, а пока я отправлюсь по миру и узнаю, что обычные люди говорят о душе. Он проводил время в индуистском храме, жил с индуистскими служителями, одевался как они, ел как они, вел себя как они. И так на протяжении почти целого года. Затем он отправился к каким-то шаманам на Ямайке, жил в лесу, ловил рыбу с помощью копья. После этого он жил в иудейской семинарии, затем в христианском монастыре. То есть он не просто решил изучить их жизнь, а полностью погрузился в их религиозные практики, их культуру, желая увидеть и понять все изнутри. И вот когда он все испробовал и уже собрался писать работу по психологии, кто-то спросил его, «А ты слышал про исламскую психологию? Про то, что ислам говорит насчет духовной жизни?» Он такой, «Нет, хм, ислам? Это интересно». Он стал изучать ислам. В итоге он такой, «Вот же это!» В итоге он стал мусульманином. Сегодня Абдуллах Роцман, руководитель курса по исламской психологии в Кембриджском Исламском колледже. Он учился у одного шейха в Судане. Там он женился, стал углубленно изучать арабский язык и психологию. И все это благодаря размышлениям о душе, о божественном откровении. Что-то внутри него искало ответ на этот вопрос. Это стремление, которое Аллах внушил каждому человеку. У некоторых получается подавить его и заглушить, а у других нет. Но оно есть в каждом из нас. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.